Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие лидеры по Берлине! А мы, а мы, в прошлом году были в Тайване, и у нас был прямой эфир про нашу историю. А превышая эту историю, мы уже вчера рассказали. Я надеюсь, рассказали хорошо, мы до сих пор не смотрели свое выступление, нам просто страшно. Да, вообще, это наш первый опыт на такой большой сцене, вообще первый раз опыт на сцене, но вот благодаря различным факторам, про которые мы сейчас расскажем, этот опыт, ну, мы считаем, у нас получился удачный. Ну, вы как думаете? Супер! Спасибо большое! Мы хотим рассказать, как происходила подготовка к непридуманным историкам. Вот кто из нас думает, что нам дали готовый текст? Нет? Не думаете? Нет. Ну, какие хорошие. В общем, да. Ну, а я хочу рассказать, что наша Валечка смотрела подозрительно на нас. С таким подозрительным взглядом. Это точно вы, да? Вот ты когда вышла и сказала вот это вот приветствие, ты вот какая-то и не такая была. Это вот не ты, это слишком много артистизма было. И я послушав ее, это был пролог, первого дня мы выступали во второй день, и подумала так, ладно, нафиг все рекомендации режиссера будут с собой на сцене. Ну и, собственно, после того, как Андрюша и мы вчера выступили, режиссер подходит к нам и говорит фразу. Что он сказал? Он сказал, что мы очень интеллигентно там выступили. Я сказал, вот там был такой один момент, когда нужно было сыграть кино. Надо было показать торговый центр, вонючий Макдональдс, наше отчаяние. В общем, надо было это показать. Давай, давай. Давай, давай, ты фразу помнишь? Да. Давай, пойдем. А, ну ты можешь присесть. Давай, давай, ты можешь присесть. Да, 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 сижу возле какого-то макдональдса. Мы вообще с тобой вдвоем сидели. Ну ладно, давай вместе приседем. Сидим. Слушайте, был 2020 год. Был новогодний каталог. Ну вы знаете, вот тот каталог за все все сметает, да? Вы знаете, мы все любим вот эти каталоги. Получается, на новогодние каталоги и на 8 марта. Самые главные каталоги в году. А у нас тогда в семнадцатом каталоге, вот в прошлой компании, про которую нельзя говорить, было какое-то вот вообще жуткое, что какой-то товароборот. Он был гораздо меньше, чем в шестнадцатом. Ну а работали-то мы, ну жили в Таиланде тогда. И у нас как будто не было никакого варианта, кроме как работы. Работали как отчинал, что у нас стабильный рекрутинг был. Там в инстаграме просто жили. Работа с командой. А в итоге там еле-еле. Душа в теле был. Товароборот там в семнадцатом каталоге. И вот под Новый год. В торговом центре. На ступеньках вот для какого-то вонючего Макдональца сидим. И в который раз пишем письма нашему менеджеру. Ну фигня какая. Дело все у нас. Ничего не получается. В общем-то, вот эту сцену надо было сыграть, чтобы у всех было впечатление, что вы оказались в чем-нибудь. В общем, подожди. И когда мы подошли к режиссеру, я спросила, как получилось, он сказал. Ну это было очень интеллигентно. Я это говорю, я понял, что чтобы не получилось, вы бы сказали, нашли бы слова какие сказать. В общем, наше выступление по его характеристикам было очень интеллигентно. Ну да. Вот эта сцена, она как раз у нас и не получилась. Но вы, собственно, поняли, почему это не я ее говорила. Дрюша вещала. Ну это так. Нет, ну действительно. Я хочу сказать, что Олег Уксонский это очень талантливый режиссер. И оказывается, что у него есть театр, коммерческий театр. Ставят постановки, путешествуют уже по России. И он нам дал очень важное знание, которое касается стори-теллинга. Мы с вами кто? Мы люди, которые рассказываем истории. И если у нас это получается делать, то люди к нам в команду приходят. И вот оказывается, оказывается, в сети, блин, 10 лет, что я с сетевом провожу прямые эфиры, я делаю это неправильно. И знаете почему? Я уже стала догадываться, наверное, первые полгода, когда я стала проводить прямые эфиры, что я делаю что-то не то. Потому что девочки стали писать, Марина, ты когда проводишь прямые эфиры, дети засыпают. Они мне это говорили 10 лет. Приходят партнеры и говорят, дети засыпают. Я думаю, какой я молодец. Дети спят, мамочки меня послушают. Оказывается, мамочки тоже спали. Так вот, Андрюша, скажи про суть сторителлинга. А суть? А суть где, да? Вот знаете, анекдот, не буду рассказывать его вообще. Суть вообще сторителлинга заключается в том, что в этих историях нужно показать путь героя. То есть мы все с вами здесь лидеры компании «Фабелик», мы все герои. В этом сторителлинге надо показать как раз этот путь героя. И тогда эта история, она будет ясно, понятна, она будет интересна. И люди будут с удовольствием за ней следить. И вот мы на этих тренировках, мы тренировались, получается, с понедельника прошлой недели по пятницу. Мы на этих тренировках учились выражать свои мысли, да, учились подгонять тот текст, который был подготовлен тоже специалистами. Именно под то, чтобы показать путь героя. Какие рыженькие там, мы блогисты. Походите к нам, будем делать сторителлинг. Нет, это как раз вот сейчас прием был сторителлинга, когда нужно привлечь внимание аудитории. И когда мы с вами просто монотонным голосом проводим прямые эфиры, люди выключаются, они не слышат. Почему не слышат? Как вы думаете? Потому что одна тональность, она так быстро-быстро-быстро – медленно. Быстро-быстро – точка. И то я тихо говорю и за душу берет, и слеза катится по моей слезе. Слеза по слезе. А то я громкая и привлекаю внимание. Вы меня слышите? И вот уже тишина. Короче, я болгар, и с этой теми все не то делала. Благодаря Куковскому, Куксовскому, мы теперь знаем. Но знать и не делать, вы знаете что? Это значит не знать. Поэтому у нас… Да. А что? Путь героя, мы что-нибудь рассказали. Я еще хочу… Ну подожди, я скажу. У меня была какая-то мысль по поводу знать и не делать. Вот тут звучали разные мнения, что нужно ездить на конференции, на такие мероприятия, как сегодня. Что не нужно ездить. И там правда, и там правда. Но вот дело в том, что мы на этих конференциях и сегодня на встрече получили максимальный заряд позитива, энергии. Ну вот в данный момент, сейчас, наверное, каждый думает, что там национальный директор был? Да я буду национальным директором. Бриллиантовым буду. Буду бриллиантовым. Столько буду делать. Потом вот у нас мероприятие заканчивается, все выходят, все забывают. Ничего не помню. Потом нудешь вот это в телефоне. Все мы знаем, да? И вот отличия, да, людей будут в том, что вот кто выйдет за то дверь и начнет делать, тот и будет поздравляться на этой сцене на следующем мероприятии. Так вот, путь героя. Антуша, золотые слова. Спасибо. Путь героя. Давайте расскажем. Я расскажу, как рассказал Куксовский, буду говорить его слова. Ну там не очень приятно. Ну, держитесь. Короче, путь героя. Это история про каждого из вас. У всех замечательные истории. И нет такой гладкой истории. Так вот, когда пришел, сел, и бац, все получилось. Герой идет, он идет, он идет, он что-то делает, делает, и бац, трудность. И трудность может быть какой-то мелкой, да. А может быть и крупная какая-то. Вот такая может быть серьезная. И что происходит с героем? Он либо вешается, это не очень приятно. У нас тоже вообще вот так уж. Либо он меняется. Потому что мы можем с вами расти только за счет изменений. Если мы меняемся, мы идем вперед. Так вот. Валентина Губина. Иди сюда. Снимает. Иди сюда. У нас с Валичкой. Да, с Валик. У нас с Валик большая проблема. Сторителлинг мы уже знаем, что такое. Умные, красивые. Но мы совершенно не можем вести личный бренд. Мы вообще ноль в личном бренде. Не зря мы попали к Ане, потому что Ане премьер личного бренда. Я еще со сцены сказала. Так вот. У нас тут с Валентиной. Я вот сейчас вот. Хочу, чтобы она мне наконец-то сказала да. Потому что она мне молчит и ничего не говорит. И мы с ней хотим зарубиться. Она очень спортивная. Я тоже очень спортивная. Не люблю ей проигрывать. Она не любит мне проигрывать. В общем, лепешку расшивемся, она сделает. И нам сейчас. Вот сейчас пообещаешься на всю аудиторию. Я тоже пообещаю. Потому что это мой путь. Я либо повешусь. Это метафора, конечно. Да. Мы либо меняемся, да. Либо просто отказываемся от своей мечты. Так вот. Мы хотим сейчас не зарубиться. В общем, на спор. На спор. Мы хотим для интереса сделать какой-то банк. Я денежку, она денежку. И этот банк я предлагаю пополнять каждый каталог. До тех пор, пока кто-нибудь из нас не сдуется. И не перестанет выкладывать сторис. Вот. Для нас, вы не представляете, как это сложно. Вот кому-то легко, Анечка, тебе легко. Но нам очень сложно. Мы можем с ней потрачить в этом интернете с утра до вечера. Рассылать сообщения. Наговаривать. Проводить планерки. Ну, блин. Вот такое простое. Ну, понимаете? Вот. Того сложно планерки проводить? Очень. Никому не сложно. Нифига себе крутые какие. Молодцы. Вообще. А в нашей команде все. Как-то не очень. Да, да. Поэтому, Валечка, ты мне даешь слово? Мы будем с тобой зарубаться? Будем. Будем. Все. Все запомнили. Я думаю, что это те как раз 20 процентов усилий, которые принесут нам 80 процентов результата. Это наш путь героя. Мы с Малей споткнулись на этом. И мы не можем с ней дальше расти. Потому что мы понимаем из личного бренда нельзя стать элитным, национальным, старшим и так так. Знаете, что сегодня было? Андрюша, расскажи. Мы сегодня были на заводе на производстве. Мы были с девочками из других стран. И что они стали делать, когда мы зашли в помещение? Что девочки стали делать? Они стали сразу снимать видео. То есть телефон был сразу привязан к руке фактически. Только за счетопроизводства. Вот так. Все. Здесь нельзя фотографировать. Но все. Но все вот так вот. Да. И я стою в сторонке, знаете, вот как вот эта мышка. И думаю, ну нифига себе, как они молодцы могут делать. Вообще здорово. Здорово. И мы сейчас с вами живем в интернет-мире. Люди любят залипать на сторис, любят истории. Вот как вот рассказывали вы. Вот замечательно, как начался бизнес через инстаграм, через сторис. Да. Вот это действительно работает. Поэтому не стесняемся показывать себя такими, какими мы есть. И работаем над этим. И вот у вас тоже у вас какой-то затык есть. Да. У кого-то бикрутинги, у кого-то работа с командой. У кого-то еще что-то. А может быть... У кого какие затыки? Кто может сказать? Кто где остановился, споткнулся? У нас. 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 100 звонов. 100 звонов, да? Вот. Затык. Надо как-то прорабатывать. А еще у кого что? Нет? Скажите, смелее. Спам. Спам? В личку поетесь писать? Нет. Офигеть. Спасибо. Весь вести прямой эфир. Все понятно. О, прямой эфир. Вот она, вот она, родная душа. Весь прямой эфир вести. Вот даже фотографировались сегодня. Поэтому, что мы хотим пожелать? Я не знаю. А, ты должна. Нет, нет. Я думаю, что мы хотим пожелать вам, дорогие друзья-видеры, чтобы вы стали героями своего пути. Чтобы вы преодолели вот тот самый момент, который не дает вам залететь над своими возможностями, что ли. Чтобы вы были даже выше того, что вы можете себе позволить. Вот, вот чтобы вы взяли и своркнули туда наверх. Понятно, да? В общем, работаем все вместе. Всем сложно. Всем сложно. Работаем со своими страхами. Преодолеваем их. И вперед, как там. А теперь тихая музыка. Мы поставим. Смотрите. Да, тихая музыка. Я начинаю. С темнота в зале. Да, темнота в зале. Сзади звук на небо. Если молча. Есть только одна дорога. Мечта. Нужно просто закрыть глаза и представить то место, где вы хотите оказаться. Мы так и сделали, и оказались в Эберли. Верный путь дает плоды не сразу. Но счастье приходит к тем, кто умеет ждать и что и делать. А также к тем, кто умеет смотреть не только в прошлое, но и в будущее. Ведь мы можем изменить только его. Друзья, пришло ваше время. И пусть огонь, который зажегся вас в эти два дня не погаснет и освещает ваш путь. Пусть свершений и грандиозных результатов. Дерзайте, друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ